Слушайте доктора. Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, а напротив меня Гульнара Шахвалевна Касимова. Я настолько уже давно не называла фамилию. Гульнара Шахвалевна Касимова, главный врач клиники Возрождения. И мы сегодня будем говорить об очень важном вопросе. Мы будем говорить об официальной и контрафактной продукции, о том, насколько сложно или просто получать лицензию для того, чтобы в частности обеспечивать процедуру ботокса для клиентов. Связано это всё было с событиями, которые произошли не очень давно в Кирове, а именно с обысками, которые прошли в частных клиниках по поводу как раз контрафактной продукции на предмет её наличия или отсутствия. Но прежде чем мы к этим серьёзным вещам перейдём, всё-таки я должна поздравить клинику Возрождения с десятилетием, которую вы отмечали в феврале. Поздравляю вас и ваш коллектив. Да, 10 лет – это большой уже срок. Это серьёзный юбилей. Первый такой, пожалуй, серьёзный круглый юбилей. Итак, давайте вернёмся к тем событиям, которые происходили в Кирове. Обыск обыске осуществляли серьёзные структуры. Это и Следственный комитет, и ФСБ, и мы даже по этому поводу сделаем большую программу «Разворот на бизнес». Но всё-таки с чем они были связаны? Они были связаны как раз с тем, что в постановлении на обыск было написано о контрафактной продукции. И я рада, что мы достойно прошли, и у нас на самом деле как такого обыска не было, потому что первое требование структуры, и в основном это даже не Следственный комитет, а ФСБ проверяли. Это очень серьёзные вещи. Требуют всё-таки документы и саму продукцию. И мы предоставили им продукт, и мы предоставили им все документы, потому что у нас официально закупается, я не знаю, можно называть, нельзя называть, где мы закупаем, но официально. Не станем пока. И там товарно-накладные смотрятся, то есть договора о поставке, сертификаты, и каждый препарат такой имеет свой номерной номер. То есть вот это соответствие у нас и проверили. То есть как только у нас эти документы проверили, разговор совершенно пошёл в ином русле, и у нас не было таких моментов, как я знаю в других клиниках, когда клиники обыскивали по 5 часов в поисках контрафакта, потому что клиники не смогли предоставить документы официальные и официальную продукцию. Все врачи прекрасно понимают, что такое нормы Роспотребнадзора СС. И если всё-таки говорить о введении ботокса, то это процедурный кабинет. Что такое процедурный кабинет? Это определённые стандарты, там везде плитка, да, там постоянно генеральная уборка раз в неделю, там сдача идёт протоколов по смывам два раза в год, да, есть такие протоколы испытаний по СЭС, то есть там специальные у нас ультрафиолетовые лампы, да, облучающие, то есть там стерильные условия для введения этих препаратов. И вот вопрос к этим докторам, зачем вы это делаете? Вот, и второй момент, класс Б отходов. Вот очень интересно. Класс опасности, медицинские отходы, второго класса опасности. Вот очень мне хочется понять, куда эти иглы дома, в каких условиях эти... То есть, значит, они просто кидаются в ведро, эти иглы. И ведь врач этот не знает, есть гепатит Б или С, есть ВИЧ-инфекция, да. То есть, во-первых, он сам себя подвергает опасности, если не дай бог он уколется, но потом эта игла-то идёт в обычное ведро, а не в класс Б отходов. Даже это... Давайте мы, Гульнара Шахвалевна, давайте мы поговорим по поводу ботокса самого как препарата. Вот вы сказали, что это медицинский препарат и требует специальных условий. По медицинским препаратам, насколько я понимаю, с 1 июня этого года особые будут условия. Что это такое? Мы уже все к конце 2019 года получили от Минздрава, не России, а от Кировской области, но это было письмо-то, естественно, Минздрава Российской Федерации. Мы получили все письма. Те, кто имеют лицензию косметологии, о том, что нам нужно зарегистрироваться на определённом сайте, который называется «Честный знак», регистрируется туда только и юрлица, то есть организации, ИП. Зарегистрироваться очень сложно, потому что нужны электронные ключи, то есть на каждый электронный ключ у нас подпись была, электронная подпись, но и все соответствующие нормативные документы мы посылаем в «Честный знак». Они проверяют наши документы, причём на обе клиники два момента пришлось делать. И мы регистрируемся. Мы отчитались нашему Минздраву, что мы зарегистрировались в «Честном знаке». Что идёт дальше? Дальше нам высылаются определённые оборудования, которые считывают штрих-код. И когда мы официально покупаем, идём в ту организацию, которая зарегистрирована в «Честном знаке». Это как бы аптека, но которая продаёт косметические средства. Мы к ним идём, и они проверяют по базе данных, есть ли наша организация в «Честном знаке». Окей, есть. Тогда они дают отпуск и не считывают сканером вот эту бутылочку ботокса. Эта бутылочка сарзу появляется, и она появляется сразу у нас в базе. То есть она на нас висит, эта бутылочка теперь уже. И мы должны, когда мы будем уже проводить процедуру пациенту, мы должны своим сканером считывать, мы будем конечным потребителем. И тогда вот эта бутылочка с такого-то месяца, года произведения, такого-то номерного знака, она уходит, как бы она реализована. Всё. И я понимаю, что эта система настолько, её никак не пройдёшь. Не обойдёшь её никак. Не обойдёшь. И поэтому мне сейчас уже доктора говорят, которые делают это всё нелегально, они прекрасно понимают, что ботокс они больше не получат так просто. Я вас уверяю, все слушатели, вот особенно женщины, которые делают ботокс, с 1 июня всё, что будет дома делаться, всё, что нелегально, это всё будет нелегально. И наказуемо. Ну, насчёт наказуемо, я думаю, что, конечно, это будет, я думаю, что просто всё ведь идёт в увеличении штрафов. То есть и нам обещали, вот сейчас нас проверили в всей частной клинике, дальше идёт по домовое. То есть сейчас будут всё на дому проверять. А это Инстаграм, это группа ВКонтакте. Отслеживать связи. Всё отслеживается. Вы не думаете, что это ничего. Всё. И когда мы с ФСБ разговаривали, я, конечно, ну, я понимаю, что они многое могут, но не до такой степени, когда они знают всё. А дальше идёт, как они действуют. Это контрольная закупка. Как и было вот с тем предприятием, которое закрыли у нас, и которое прославилось там на всю Россию, вот насчёт этого контрафакта. Там ведь тоже контрольная закупка была. И никогда ты не поймёшь, кто к тебе пришёл, да, с контрольной закупкой. Понятно. Вот я сейчас специально зашла и посмотрела, что такое медицинские отходы класса Б по классу опасности. И класса Б – это отходы, представляющие эпидемиологическую опасность. И вы как раз заговорили, что врач, который колет, ботокс, например, он не знает, есть ли гепатит, есть ли ВИЧ. А что для уколов ботоксом не нужно анализы предъявлять или нужно сейчас? Нет, этого не нужно, но дело в том, что... Просто укол. Да, но ведь с повреждением идёт, да, и дело не в этом. Игла куда идёт? Игла, да. Куда идёт игла? Это наши дети, да. Это вот, ну, я вообще, я всегда даже дома, если мы делаем антибиотик дома, да, ну, какой-то укол дома, вот у меня сразу, я не могу выкинуть это в ведро. Ну, не могу. Ну, я потому что врач. Я поэтому всё несу к себе на работу и утилизирую там в классе Б. Вот буквально на днях вышел закон, вышло, вернее, постановление и решение, кто будет заниматься медицинскими отходами в регионах, только вот на днях оно вышло. Это будут всё-таки делать региональные операторы. Долго определяли, кто этим займётся, и с этим было связано, что медицинским учреждениям приходилось выставлять там на конкурс, на торги, кто будет забирать эти отходы. Это государственные. Да, и разные компании, в том числе не очень добросовестные, часто попадали и хранили, как попало, эти отходы, в связи с чем мы находим и свалки в лесах с медицинскими отходами и прочим. То есть вот сейчас мы понимаем, что оператор региональный, а у нас это Куприт, будет заниматься медицинскими отходами, и с этого начнётся тоже новая эпоха уже утилизации этих отходов и хранения. То есть на Западе эти отходы сжигаются в специальных пчах, именно по медицинским отходам. Нет, мы можем тоже купить. Нет, есть специально, просто это дорого для частных клиник, но для государственных таких больших учреждений, как, например, областная больница, есть специальные такие устройства, где это всё можно утилизировать на базе вот этой больницы. Сама больница, но это большая, конечно, должна быть больница. Это большая, но пересчёт, на самом деле, утилизация класса Б, я понимаю, одно дело государственной структуры, другое дело частный бизнес. Это очень дорогое удовольствие. Мы очень большие деньги платим за утилизацию класса Б. Но здесь, ну как бы, здесь уже совесть внутренняя, наверное, должна быть, что ты не будешь это вот... У нас всё равно так устроено в обеих клиниках, что ведь даже покупать вот эти ведрышки, да, одноразовые, непрокалываемые класса Б, где мы иголочки туда как раз складываем, тоже недешёвое удовольствие, да. Но всё-таки вот как-то вот я понимаю, что это всё равно вот наше вложение в экологию в первую очередь, да. И очень опасно, страшно, что это вот так вот в лесах может быть. Это, ну, конечно, ужасно. Гульнар Касимова, главный врач клиники Возрождения, клиники имеют два отделения. Одно из них находится на Комсомольской, 63, а второй на Преображенской, 82, дробь 1. Так вот, что касается ужесточения контроля. Мы вот видим, что сейчас контроль ужесточается на всех стадиях, начиная от производства медицинского препарата, поступления в пункт продажи, дальше кто может продавать, кто может купить, все занесены в единую базу. Как она ещё раз называется? Честный знак. Честный знак. А вот этот значок где-то на сайтах, можно организации видеть честный знак, так чтобы люди ориентировались на то, есть, например, клиника в честном знаке или нет клиники в честном знаке? Вот знаете, это мы ещё пока не знаем, потому что мы, честно, проходили сами обучение. Это только... Потому что я знаю даже по аптекам, ты приходишь к ним, и по идее должны были уже с января месяца продавать штрих-кодами. То есть это для чего сделано? Не будет контрафакта. Теперь мы можем безопасно покупать лекарственные препараты, потому что не будет контрафакта в лекарственных препаратах. Но настолько это оказалось сложным, что отменили до 1 июня, потому что не все были готовы. Не все... Маркировку эту произвести, вступить в эту систему. Насчёт того, насколько это открытая база будет, я не знаю. Я знаю только, что мы будем заходить в свой личный кабинет по своему электронной подписи. А уж есть ли такое, что человек может проверить нас? Я не знаю. Я только знаю, что мне не отпустят лекарственные препараты. Ведь не только косметические. Ведь мы на клинику-то закупаем ещё... Медицинские. Медицинские какие-то лекарственные препараты для антиспит, антишоковые всякие. Это же всё равно лекарственные препараты. И мы не сможем сейчас их покупать без регистрации в честном знаке. Честный знак. Я вот сейчас специально в интернете нашла, как он выглядит. Это жёлтое поле, чёрная галочка вот в таком прерывающемся квадратике. Честный знак национальной системы цифровой маркировки. Я думаю, что, конечно, эти цифровые маркировки в виде вот этих всяких стикеров жёлтых и знаков на сайтах появятся в итоге. Просто очень долго всегда отстраиваются системы. Так вообще маркировочные системы сложно завести. Весь бизнес туда многогранный. Но в итоге всё это будет на пользу и покупателю, и пациенту, потому что он будет уверен в том, кто и как ему этот же ботекс колет. И это, наверное, выгодно частным клиникам. Хотя тут вопрос возникает. Ведь если не маркировались или если там кололи дома, то есть к этому тоже какие-то определённые причины. Наверное, потому что это очень дорого. Потому что это жадность, да. Жадность с обеих сторон. Но самое-то интересное, что обидно то, что, во-первых, контрафактом колют, потому что, конечно, никто не будет настоящий ботекс официально покупать. Он дорогой. Он дорогой. Поэтому его себестоимость будет дорогая. И на дому, конечно, покупать дорогой ботекс никто не будет. Однозначно. Это раз. Во-вторых, ну, оттуда, да, стоимость. Во-вторых, самое-то обидное, когда ты слышишь от клиента, от пациента, что он на 500 рублей меньше заплатил, уйдя домой. Ну, вот я хочу вам, уважаемые наши девушки, женщины, милые. Вот вы это... Ну, насколько себя надо не уважать, чтобы дома делать, в антисанитарных условиях это всё, да. И вы никогда не проверите, это настоящий ботекс или нет. Это раз. А во-вторых, здесь всё-таки есть такой момент, что вы забываете, что есть возврат налога 13%, и об этом вам тоже никто не скажет. И я, например, не для ботокса, а для филеров посчитала, что если даже делать филер за 11 тысяч, ну, 11 тысяч у нас сейчас на дому колют, но контрафакт. Или 11 тысяч, которые мы колем, настоящие, с документами, с актами выполненных работ, с договорами, с фискальными чеками, да, в условиях медицинских, зная, что врач прошёл обследование, то есть мы проходим медобследование на инфекции, что врач не болен, что врач имеет сертификат, да, что как раз в пятилетку, да, то есть это нас же всех проверяют, вот эти все моменты, да, и вот я посчитала, с 11 тысяч возврат 13% в 1430 рублей, вот вы идёте за 500 рублей туда, а возврат налога 1430, вот и всё. При этом справки ведь сейчас в медицинских клиниках и в стоматологиях готовят сами клиники, только скажи, что и приди, и забери. А я вообще налоговый, вот жалко, что у нас единственную, вот единственную штучку надо было ввести во все онлайн-кассы, мы же сейчас по онлайн-кассам работаем, вот почему всё официально-то идёт, всё онлайн-кассы, всё фискальный орган, налоговый видит, сколько мы зарабатываем, сразу это уходит, всё. Единственную бы строчку я ввела, ИНН, у нас у каждого есть ИНН, и вы представляете, вот человек пошёл в аптеку, вот это у меня вот созрела эта мысль, если уж вы хотите доделать эту систему, идёт в аптеку, он просто проговаривает свой ИНН, и это сразу же, у него автоматически, допустим, в налоговой будет, что пациент купил то-то, то-то, да, потому что нам надо сейчас рецепты товарные, они чеки берут бедные пациенты, чтобы подтверждать, вот эта бумага творческая, видишь, это неправильно, введите ИНН, введите ИНН, всё, уже будет налоговый видит, что он купил такие-то препараты, он сходил в такую-то клинику, вот у него, потому что мы будем отражены в качестве контрагента, наши фискальные вот эти все чеки будут там, но на имя вот этого, и он просто точно так же, через свой личный кабинет налоговый, там гос, у нас же госуслуги есть, да, заказывает справочку, возврата 13%, но это так вот легко, элементарно, я хочу быть услышанным нашим, знаете, кем, вместо Медведева, кто Мишустин, да, стал, услышьте меня, пожалуйста, сделайте вы это ИНН, потому что эти справки писать, это ужасно, у нас специальный человек сидит, который пишет справки, мы только делаем, у нас очень, потому что много пациентов, мы пишем, 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 мы постоянно пишем, но народ, 21 век, ну давайте введём это ИНН, цифровизация, это должна в конце концов победить, и всё, мы минуем вот это всё, ну зачем вы гоняете этих бабушек, этих, я не знаю, ну зачем вот это ещё, вот иногда люди просто, кстати, удивительно, они за 600-700 рублей, справочки, едут к нам, сколько у нас сейчас билет стоит, вот это спецбит, 26 вам рублей, 26 туда, 26, 52 рубля стоит билетик, ещё налоговую съездить надо, возврат налога бывает меньше, 13% от 700, и люди-то некоторые не считают эти денежки, я-то ничего, мы-то пишем, ну вот почему вы люди не включаете, математика, это, я не знаю, первые четыре класса математики. То есть возвращаемся к пожеланию Мишустину, пожалуйста, раз у нас цифровизация. Согласитесь, это шикарно, вот шикарно. Пускай всё будет с места. Да, и это опять нам всем плюс, это экономия и бумаги, и времени каждого из нас, ведь, ну вот представьте, он будет по всему городу собирать эти справки, когда всё централизовано должно быть. Будем надеяться, что в этом году что-то и здесь тоже сдвинется. Гульнар Касимова, Преображенская 82, и Комсомольская 63, это клиники Возрождения, мы продолжаем программу «Слушайте доктора». Что касается процессов, которые последуют сейчас вот за этими, это же не первая такая проверка на самом деле, и теперь проверки на домах могут возникать, как вы говорите. Не могут, а будут. Будут, да. ФСБ сказала, будут. И введение системы, национальной системы цифровой маркировки лекарственных препаратов. Как всё-таки это скажется на работе частных клиник? Я вот уже к этому вопросу подходила. Это облегчит вашу работу, раз прекратят принимать на дому, поскольку будет всё-таки вот более жёсткий за этим контроль, а может быть вообще тотально жёсткий или нет? Ну вот смотрите, нам менять работу прайса не надо. То есть мы как работали, так и работаем. А вот второй большой момент, что мы были конкурентно неспособны, это да, это согласна. И, ну, конечно, я могу только, наверное, обижаться, потому что ты плачешь зарплаты, ты там плачешь официально все налоги, да, то есть у тебя масса идёт таких вот эти расходные материалы, контрагенты и всё остальное. То есть настолько много у каждой клиники вот этого вот как бы момента, что ты столько оплачиваешь. И понятно, что... И вопрос цены, да, сколько она будет стоить, так ты её и так уже, вот эта, как так называемая, марша, она и так минимальна бывает. Для самого руководителя, для владельца бизнеса, потому что ведь ещё должен заработать и врач. Конечно. То есть ты же врачу-то тоже платишь. А ещё ведь вложение в инфраструктуру, в сам... Ну, это вот это всё, но вот это всё забывается, и понятно, что мы не конкурентно способны, при том, что мы честно делаем всё, честно играем, да. Вот, ну, за нас я за себя отвечаю, за свои клиники, да. И, кстати, после вот этих обысков по ФСБ мне несколько человек отзвонилось просто и высказывали вот просто респект. Вот респект тебе за то, что ты официально, оказывается, покупаешь. Вот представляете, мне было... Мне было вообще вот... Я не понимаю, как оказывается. Но мне говорили, вау, ты покупаешь настоящие препараты? А я не поняла. А что это оказывается? Как? Вот как? Вот у меня не... Вот честно было вот огромное удивление, что это, оказывается, может быть, вау для клиники. Ну, они мне прямым текстом говорят, тебе невыгодно, да, я говорю, невыгодно. И ФСБ был допрос, я говорила, вы понимаете, вы можете открыть нашу базу. У нас, ну, единицы, кто у нас это делает. Единицы. Не все препараты, получается, все еще заведены в систему национальной цифровой локировки. К сожалению, пока филеры нет. И я очень надеюсь, что как раз люди, которые заинтересованы, которые по-честному работают, начиная с тех, кто официальный представитель официальной компании по филерам, а они же у нас, их, ну, достаточное количество, кто регистрацию имеет российскую, я думаю, это они на базе Москвы уже будут объединять свои усилия, потому что ботокс-то, ладно, а вот филеров-то у нас сколько филеров идёт. И корейские, и китайские есть филеры. Просто сколько контрафакта по филерам, и просто, ну, не там роют, просто надо, ладно, ботокс, а филеров-то мы больше намного ставим. И вот эти все осложнения, все отёки, аллергические реакции, отторжения, это всё идёт по филерам в основном. Ну, будут, я думаю, что с этим, вот сейчас они с ботоксом разобрались, всё, теперь всё то же самое будут по филерам делать. Но ведь ботокс – это определённый препарат, а есть другие препараты, аналогичные ботоксом. Это всё, что это называется нейротоксин, ботулинистический нейротоксин, это только те препараты пойдут, естественно, там, ксиамин, насколько я помню. Я просто, видите, в косметологии я ботоксами не занимаюсь. Ну, я неправильно на самом деле произношу, это уж очень извиняюсь перед косметологами, ботулинистический нейротоксин надо называть. То есть вся группа препаратов, которые так и действуют. Да, ксиамин, ботокс и что у нас ещё там, вот что ещё, вот их три, насколько я знаю, официальных, вот они и будут. То есть это не только один препарат, а может быть препараты, которые имеются нейротоксинами. Нет, нет, это я, потому что, к сожалению, говорю вам коммерческое название, да, потому что мы в основном эти вот покупаем препараты, ну, кстати, каждый врач тоже любит что-то своё из этих трёх, например. Ну, я надеюсь, что на программе «Разворот на бизнес» мы поподробнее разберём препараты в том числе. Ой, Тима Руслан, она вам лучше всё расскажет. Да, где специалисты об этом расскажут. Планируем мы через неделю провести такой эфир на волнах нашей радиостанции. Сейчас у нас остаётся ещё 6 минут до завершения программы. Есть возможность взять и анонсировать какую-нибудь тему или разобрать ещё какой-нибудь сюжет. О чём поговорим? Гульнара Касимова, клиник Возрождения. Ну, вот я всё-таки хотела сказать, вот меня тоже всегда удивляет, каким образом можно в условиях парикмахерской колоть, да, вот ладно. А, возвращаемся всё-таки к этому вопросу. Ну, добить уже эту, потому что, вы смотрите… Потому что вот эти вот маленькие комнаты с кушеткой разных заведений… Да, вот всегда меня очень сильно удивляет это. Почему? Потому что, ну вот мы проходили сейчас для Преображенской, мы проходили лицензирование, начиная с Роспотребнадзора, по косметологии. Вы знаете, надо три кабинета для того, чтобы мы просто косметологию прошли. То есть кабинет приёма врача, процедурный кабинет и манипуляционный кабинет. Без этих трёх кабинетов мы не можем иметь лицензию по косметологии, да. Вот это первый факт. То есть не может быть косметический кабинет, реально одна комнатка, один кабинет с кушеткой? Это самая такая ресурсная вещь, лицензия медицинская, и её очень берегут, потому что это на самом деле очень дорогая вещь, очень. И не потому, что мы платим Минздрав, там сколько, 3, 5 или 7 тысяч за саму лицензию. А сколько ты сделал для того, чтобы эту лицензию получить? Сколько было согласований и с МЧС, с пожаркой и всем остальным, ну с этими же, класс Б. И вот три кабинета только на косметологию. А класс-то Б отходов, он отдельный идёт, отдельный. И они приходят и проверяют класс Б отходов, четвёртый кабинет. Дальше Роспотребнадзор не пропускает, если у вас нет туалета для посетителей, если нет туалета для персонала. Он не пропустит, если нет комнаты отдыха для персонала. Он не пропустит, если у вас нет раздевалки для персонала и раздевалки для пациента. И он не пропустит, если по холлу у вас меньше определённых моментов. Вот вы представьте, сколько нужно, чтобы по косметологии пройти лицензию. И, конечно, когда ты вот так... Это ведь нервная система, конечно, страдает, когда ты это всё проходишь. Все, наверное, знают эти вещи, когда они проходят лицензирование. Вот. И опять вопрос к тому, вот когда ты это всё по-честному делаешь, да, и когда ты слышишь, что а вот там в парикмахерской, да какая проблема ты это делаешь. Приведёт ли, как вы считаете, этот процесс всё-таки к какой-то очистке рынка? Однозначно. Если вот таким образом, как делает ФСБ сейчас, с такими как бы обысками, я даже сейчас могу сказать, что с учётом... Это же город маленький, это всё обо всём уже известно среди определённого круга. Я могу сказать, что даже по той неделе я с удивлением увидела, что у нас больше ботокса прошло. Вот смешно. Просто люди, видать, боятся на дому делать, и они отказывают своим клиентам. И клиенты абсолютно новые. А пришли к вам клиенты? К нам пришли клиент уже сейчас, потому что идёт страх. Идёт страх бояться принимать на дому, и всё, начали идти. Вот вам, пожалуйста. И всё это перетечёт в клинике, в официальной клинике. Да ведь, вот, ребята, это ведь всё равно для вас же делается это всё. Вот я не знаю, как бы. А что касается... Ну, вот я всё-таки думаю, что это достаточно сложный бизнес. Частные клиники вообще, всё, что связано со здоровьем человека. Конечно. Косметология тоже напрямую со здоровьем связана. Сложные препараты, сложные аппараты, которые используются в косметологии, все требуют высокой квалификации врачей. А не просто получение какого-то сертификата за какой-нибудь онлайн-курс, что совершенно невозможно. Ой, я вас умоляю. Вот давайте-ка про онлайн-курсы. Возможно. Я не хочу огорчить. Вот сейчас я столкнулась с тем, что я прохожу по лицензии к вшерству гинекологии. До этого была онкология тоже. Ну, это же раз в пять лет проходит. И я встречаю сейчас докторов молоденьких, без году недели, у которых уже онкология и есть лицензия. Ой, сертификат. Я говорю, а каким образом? Я вот вас не знаю, что вы онколог. Онлайн, по дистанционной, Карачаево-Черкесии, или там ежесними, и они получают первичную специализацию по онкологии, а потом садятся на прием. Вот еще одна проблема, которую мы обязательно возьмем в развороте на бизнес. А мы ее не сможем решить. Посмотрим. Веру возьмем в развороте на бизнес. Спасибо. Я благодарю Гульнару Касимову, главного врача клиники Возрождения. Отделение клиники находится на Преображенской, 82-1, и Комсомольской, 63. Слушайте доктора, проверяйте лицензии сами тоже. Имейте в виду, что сейчас все наши лекарства будут маркированы в национальной системе цифровой маркировки. Обращайте внимание на этот желтый знак с галочкой. И всем здоровья и хорошего дня. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...